Как к тебе относятся твои дети? Как к Богу? А это как? Ну, не слушают меня, просьбы мои не выполняют, иногда делают вид, что меня не существует. Но когда им что-то очень сильно понадобится или вопрос жизни и смерти, сразу меня зовут. Считать сюжет провокационным значит упустить самую суть и вынести неправедное суждение. А ведь право судить принадлежит Богу и только Богу, о чем следует помнить. Пророков нет в отечестве своем. Спел когда-то Владимир Высоцкий. Нет пророка в своем отечестве. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 57. Означает это выражение следующее, что люди готовы поверить в то, что самая мудрая, умная, справедливая, талантливая находится где угодно, но только не рядом. Где-то в прекрасном далеке, так сказать. И никогда не поверят в то, что рядом с ними человек может быть уникальным и каким-то необычным. Я же так не думаю. Итак, сегодня я вас познакомлю с пророком Семеном Финком. Здравствуй, Севастополь. Ты на канале Камни с неба. С тобой Алексей Процко. А дальше хоть камни с неба, мы в России. Виртуально познакомился с пророком Финком я давно, когда готовил клип «Пациент» против тогдашнего губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Вот фрагмент. Меня тогда поразила смелость этого человека. Познакомились вживую мы чуть-чуть позже, и Семен Петрович произвел на меня впечатление эксцентричного человека. Так себя могут вести либо богатые, либо сумасшедшие люди. И многие считают его сумасшедшим. Но я убедился в том, что это не так. И вот когда я в этом убедился, я стал копать дальше. А сейчас я скажу первую часть фразы, которая состоит из двух частей. Вторую я скажу позже. Так вот, первая часть фразы звучит так. Я не верю в Бога. Поэтому представьте себе, как я офигел, когда мы с другом случайно сидели, смотрели какие-то фильмы и нарвались на архилюбительский видеоролик, где в самом конце я чуть не подавился, потому что там мое имя упомянули. Ну, архилюбительский, это в плане дрожащими руками, там снимают флаг пророка там на вышке. Да, я видео заменил, сделал свой с квадрокоптера. Вот. А звук оставил. Давайте его посмотрим. При этом видео довольно скучное. Я его разбавил как бы теми эмоциями, которые мой кореш рядом испытывал. Ну, и я. В конце, в общем, я стал соглашаться с женщиной, которая говорит в кадре. И после этого видеоролика я вам скажу вторую часть фразы. Я не верю в Бога. Мам, смотри, какой флаг. А что это за флаг? Сынуля, это флаг пророка. Какого пророка? А кто это такой? Сынок, нам, жителям Севистополя, безумно повезло. В нашем городе живет пророк. Через пророка с нами общается Всевышний. Блин, пасхальный. Тут тусуется столько аморальных девок, а мы к лекушу подцепили. Я сваливаю. Это вообще дар для всех людей. И только не все это понимают. И все мнят себя теологами. В мире очень много зла. Все на грани краха. Обычные люди уже, ну, просто не в состоянии справиться с концом света. Согласен. В чем это зло проявляется? Люди уже не живут, а выживают. Согласен. Наши власти и силовые структуры действуют согласно закону. А законы, естественно, противоречат здравому сквозь. Согласен. Пророка Финка Семена Петровича вообще знает весь город. Согласен. Он макается. Детерочный. Очень приятно. И тем не менее, зная, что он пророк, его сначала отправили в дурдом, а потом на 20 суток в СИЗО. Больных людей в тюрьму не сажают, а его, как известно, посадили. И они не понимают одного, что сейчас такая тяжелая ситуация, что от нас ничего уже не зависит. И спасти нас может только Всевышний через пророка. И чиновники, и власти Севастополя, и раввины всего мира должны бежать к пророку. Разбежали. Который все объяснит, что нам нужно делать. Разбежали. Они не то, что не будут спасаться с сыном, а еще и запрещают другим. Таким примером является один из самых знаменитых блогеров города Севастополя Алексей Протсков. Который уверен, сынок, в том, что финн Семен Петрович полог. Но какая-то, тем не менее, сила его удерживает. Никакой они знаменитые, никто мне ничего не запрещал. Просто я выжидал. Собирал информацию, потому что тема архи-сложная, и весь лингвистический аппарат просто меркнет по сравнению с глубиной самой темы. Никогда не думал, что после того клипа про меня Илоя познакомлюсь вживую с Семеном Финком, и не думал, что он будет говорить. А говорить он будет много, независимо от твоего желания, однажды назовет себя пророком. Ну а теперь я должен сказать вторую часть фразы «Я не верю в Бога». Она звучит так. Я знаю, что он есть. Процкоса шел с ума, скажете вы, да? Ничего подобного. Могу очень коротко объяснить. Всего в мире, в интернете полно всякого там всякой чепухи. Скажу очень просто. Если я заявлю, что табуретка, которая рядом со мной стоит, появилась сама собой, вы покрутите меня опять у виска и скажете «Да вы что? Спятили?» Конечно же ее сделали на заводе, там мастер, не знаю, найдем этикетку, да? И как бы я проиграл. А как только речь заходит о том, откуда появилось все сущее вокруг, все предпочитают как бы думать о том, что это появилось само. И вот это отсутствие логики меня всегда удивляло. Не вдаваясь в дебри, скажу, что если я знаю, что дважды два четыре, то верить мне в это уже не надо. То же самое и в отношении существования создателя всего вокруг абсолютно четко он есть, недоступен для нашего понимания из нашего нынешнего местоположения. Но это не отменяет то, что все вокруг не могло появиться само или просто так. А так как я не верю в Бога, а просто знаю, что он есть, то и церковь для меня это не больше, чем торговые лавки. В общем, они подтверждают свое звание. Нет! И в церкви все не так. Все не так, как надо. Для меня музей. То, что называют храмом Божьим. Храм Божий? А Бог здесь больше не живет. Он устал от вашей фальшивой веры. Он глух к вашим трескучим молитвам. Он оставил вас. Простите, своих чад на суд и расправу. Лицемеры, шарлатаны. Я, конечно, не апостол, но мое отношение к церкви как учреждению примерно такое же, как у апостола Павла до встречи с Иисусом. Просто игнорирую и презираю. Считаю это шоу-бизнесом, с которого надо налог такой же драть, как со всего остального шоу-бизнеса. Он, напоминаю, у нас самый высокий в стране. Естественно, за исключением тех, кто глубоко и свято верит, и такие есть священники, но, мне кажется, их меньшинство. Вот совсем недавно, да, там одного отлучили, который просто попытался правду сказать. А ему сказали живи по церковным уставам. Вот церковь стала заскоррузлым таким чем-то. Мне это не нужно. Ну да бог с ней, с этой церквью. Это не отменяет существование создателя. Вы просто не понимаете какое серьезное положение какое-то серьезное. Все съемки пророка Финка в сегодняшней передаче это съемки годовой там 9-месячной давности. Специально выжидал. Вы думаете, что вы легко что-то можете сделать? Нет, мы ничего, я вообще не думаю. Я уже даже думаю, что все гораздо сложнее, чем я мог сделать. Ну а это что, тебе надо было тратить время, что ли? Живет человек скромно, очень, буквально вот все, что надо для жизни в одном помещении. Луганский, Донецкий. То есть тут разные ребята, которых жизнь каким-то образом кинула. Их всех приютил Семен Петрович, в общем, и я гляжу, народ, в общем-то, и работает, и не пропадает, и все живые. Здание отключено от электроэнергии и питается газовым генератором. Внешние воздействия на пророка Финка оказываются по полной схеме. Как в древности у мореплавателей, да и в наше время, если вдруг там навигация выключилась, мореплаватели определяют свое положение, свой путь по путеводным звездам, по маякам на берегу. И вот такими маяками в нашем человеческом обществе являются пророки. Пророки. Пророки это те самые маяки, которые не дают нам, людям, заблудиться в океане порока, лжи и злобы. Но мало кто в наше время это понимает. Сразу говорю, пророков в мире было бесчетное количество, тысячи, наверное. Из них там около 30 только в истории остались по именам, но после пророка Мухаммеда серьезных пророков в общем-то не было. И тут вдруг не где-нибудь, а у нас в Севастополе, человек объявил себя пророком. Давайте сразу снимем тему его психического заболевания. Заключение судебно-психиатрического эксперта, комиссии экспертов. Первично 8 февраля 2017 года в 1 часов Финк Семен Петрович 53-го рождения обвиняемый по части 2 статьи 297 в уголовном деле о неуважении к суду. Это там, где вы шалавой назвали судью, да? Да. Таким образом, на основании вышеизложенного, анализируя материалы уголовного дела, данные настоящего стационарного обследования и наблюдения, комиссия приходит к заключению, что Финк Семен Петрович 53-го года рождения во все периоды своей жизни каких-либо психопатологических расстройств, нарушения адаптации не обнаруживал. Развивался, соответственно, возрасту, закончил 8 классов образовательной школы, техникум, получил высшее образование, отснежил действительно военную службу, работал, редко менял места работы, организовал частное предприятие и успешно его развивал. По месту работы пользовался и пользуется уважением и авторитетом. Тяжелых заболеваний, травм черепа не переносил. Алкоголем не злоупотребляет, что подтверждается отсутствием данных за хроническую алкоголизацию. Наркотики не употребляет. Таким образом, каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у испытыванных хронического психического заболевания в уголовном деле не содержится. То есть он здоров. А как учил Конан Дойль, если все версии отпадают и остаются самой невероятной, она и есть правда. Если вспомнить ролик в начале выпуска, где женщина рассказывает своему сыну про пророка, она упоминает в том числе о том, что мы уже никто не можем ничего поделать с концом света. И это не синдром выученной беспомощности. Это действительно так. Ни я ничего не смогу сделать. Ни вы, никто. Есть такие глобальные процессы, такие запущенные и раскрученные маховики, которые остановить может действительно только какое-то высшее создание. Только Бог, если хотите. Вот как в Севастополе, что ни один не пришел сюда. Вот ты вот первый кто пришел, черт его знает, когда. Как ты считаешь, когда я взял и определился, и в Севастополе ни один журналист, и никто сюда не пришел и со мной не начал хоть спрашивать, как ты считаешь, что говорит противостополь? Уровень какой? Нулевой, вообще нулевой, ничего нету. Думал, что Россия это та, которая раньше была, что в Москве были самые луимы врачи или что. А в России еще все, нету одни придурки. Нету ни специалистов, никого нету. Все толковые врачи давно сидят за измену, забыли. Не забыл, не забыл, и врачи ведь у нас заговорщики, они хотели отравить их. Собирал доказательства. Собирал, да, собирал, и это все еще проверка. Все лучшие врачи у нас в ГУЛАГе или в могиле. Да, да, они же пытались убить хозяина. Ни во власти, ни рабочих, ты меня так понял? Поэтому жертвы месяц или сколько-то здесь побыл, а здесь уже в Германию не ехать, в Москву, и все, и там как Саратов и зарезанный, и все. Саратов тоже, что вы говорите? Саратов тоже в Москву поехал, ничего не предвещало, и все. Нету сейчас в России ни врачей, ни учителей, никого нету. Бегают одни безбожники. А вы не протекаете. Поэтому только одно, это я про болезни говорю, что сейчас бегают, а бегают тысячи людей, вот вроде его не прописывают, вроде он там ничего, мы с ним ничего не имеем. А он же бегает заразный. Открытая дуберкулеформа, у него гепатит, а вы все хихихаха вам это все, вы думаете, ты меня заспойнул, не понял. Это вас просто Бог Севастополь любит, Россию любит, он еще вас вот держит день-два. День-два просрете, и что с тобой будет? Это я не говорю, что эти бандиты, вы опять не понимаете, вот у меня друг такой один приходит, говорит, я губернатором буду. Я на него посмотрел, говорю, ну слушай, как ты будешь губернатором, ты что-то понимаешь, что такое быть губернатором? Это ты приходишь губернатором, тебе дают деньги, чтобы ты выбрался губернатором, значит ты должен будешь эти деньги пойти где-то заработать, заработать, ты не заработаешь, ты будешь воровать с убытков, ни черта ничего, а когда ты воруешь с убытков, у тебя денег нету, получится как Саратов, почему Саратов ушел? Потому что он не умел, он брал на взятках, на откатах, ну это копейки, а сейчас Россия, ни черта ничего не работает, Россия сейчас единственный способ, как воровать деньги с бюджета, стройка, какую-то огромную стройку, и это огромные деньги воруются, поэтому они дадут сюда, миллиарды дают, он их не осваивает, поэтому что придут, и его снимут, это он накроется, он не сможет быть, но здесь другое дело, что сейчас где заработать, сейчас же разные люди, это хорошо, что если придут заработать, мост построить, или еще вот эти, Чалый там допустим, тоже один из них, но он промышленник, а потом придут наркотики, там и то и все, в Библии написано, продублировано в Торе, и этот документ, люди не понимают, они думают, что это какая-то игрушка, или все, это документ, самый больший экземпляр во всем мире его, ты с этим согласен, согласен? На все языки переведено, другое дело, что эту Библию, никто, специалисты не знают, ноль. Библия. Чем плоха Библия? Люди считают Библию заумной, даже нудной. И в Библии дискриминация, в первородном грехе виновата женщина, женщина срезала Самсону прядь, и голову Иоанна Крестителя тоже требовала женщина, на досуге перечитай. Религиозные институты подавляют нас, разъедают душу, сковывают действия, страхом перед бесплотной патерналистской фигурой, грозящей нам пальцем через тысячелетия. Ты, мол, только попробуй, попробуй, и я тебя выпарю. Люди больше не чувствуют в церкви духовного подъема, просветления, одну лишь скуку. Сама не знаю, зачем туда хожу. Сижу там каждое воскресенье, ничего не чувствую. Кажется, моя вера иссякла. Бог, кажется, умер. И Тору никто не знает. Поэтому и появился Мухаммад, мир и мой благословение Аллаха. Чего он появился? Он дал Корану, как же мой человек, он дал, чтобы было меньше требований, более просто здесь все. Но на сегодняшний день Коран никто не знает. То есть все, люди не знают, то есть, как я говорю, наука, религия есть, религию никто не знает, законы. Допустим, закон какой, прийти тебе сюда ко мне или не прийти? Вот Новику заниматься своими делами или не заниматься? Это нету в науке. Не сказано у него. Ты меня согласен? Да. А это все, это не просто история. Это все ответы на эти вопросы. Другое дело, кто найдет этот ответ? Где здесь найдут ответ? Вот здесь сказано, что в это время только единственное, Бог сможет нас спасти. Кто-нибудь найдет это? Тем более, чтобы это найти, это надо знать иврит. Надо это. Никто не найдет. А поэтому Всевышний взял и своего человека меня взял. Говорит, Семен Петрович, вроде как случайно я тебе покажу. Он говорит, Семен Петрович, вот ты возьмешь эту книжку, раскроешь, вот там-то, там-то и прочитаешь что-то. И Алексею, как своему другу, покажешь. То есть, не просто я говорю, как там, пошел, попомни, как начал, а я говорю, вот, пожалуйста, сам читай. Хотя, с одной стороны, ты это читаешь, вроде тебе кажется, одна строчка, как Новиков, юрист он должен, а он эту одну строчку не поймет, там на эту одну строчку 200 таких книжек надо же понять. Но все равно тебе надо с чего начать? Тебе надо первое начать, прийти к Семену Петровичу, как ты тогда пошел и время было. Потом самому прочитать. И прочитать, и уже достовериться. Понимаешь, мы все привыкли, и я в том числе, я инженер. И я привык, чтобы все было, но я понимал. А здесь нету понимать. Здесь такая идет махина, что ты должен одно понять. Может сейчас кто-нибудь взять и мир спастись от всех этих болезней, от этого оружия? Сказать, может сейчас кто-нибудь кто-то, Трамп или кто-то, Мотре, что это было? Нет, никто не обладает полной властью, чтобы что-то сделать. Поэтому ты должен определиться, что это только Бог. Веришь ты, не веришь. Теперь он тебе 3000 лет назад взял их из совпадения. Тебе Семен Петрович показывает, быстро находит. 18 глава. Да, 18 главу. И вот здесь вот кусочек. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его. Он будет говорить им все, что я повелю ему. И если отматывать историю к началу создания, то там было легче. Не то, что убедить людей, они просто видели Бога, видели их пророков, они знают, что это существовало. То поди сейчас, спустя тысячи лет, убеди 7 или 8, там сколько нас, миллиардов людей в том, что это есть. Бог дал нам право верить в него или нет. Это главный прикол нашей жизни. Но ответственность с нас за наши деяния все равно не снимается. Это очень важно понимать. Он дал право выбора. Они могут помнить о Боге или забыть о нем. Люди опоганили все его дары и все, что к ним попало. Им дали рай, они его профукали, дали эту планету, они изгадили ее. И именно люди любимые его творения. Хотя кое-кто из них не верит, что он есть. И несмотря ни на что, его снисходительность к ним безгранична при любом раскладе. Зная, что создатель существует, надо понимать, что некоторые процессы типа времени идут для него по-другому. И он не присутствует здесь и не ловит нас за каждый плохой поступок. Это все приходит спустя время. Но по какому закону и принципу действует создатель? Как он управляет всеми нами и как он делает выводы о том, кто плох или хороший, какие процессы надо остановить? А ответ оказался, в общем-то, на поверхности довольно простой. И сейчас мы живем и мы управляемся по тем же законам, по которым управлялись и тысячи лет назад. Просто понять все вот эти Талмуды, все эти пятикнижья, Коран, Библию, Тору, ни один человек, ни один раввин, никто не может этого знать. Поэтому по большей части те, кто штудирует всю эту литературу, сходят с ума, либо сразу видно, что книга у них и не открывается, как новенькая. Чтобы никого не утомлять, сразу напомню, что пророк это не прорицатель, не предсказатель. Пророк ничего предсказывать не должен. Пророк просто говорит, говорит волю Бога. Как происходит сам процесс передачи информации? Это таинство и тут может только знать это конкретно человек один, тот, с которым говорит Бог. Есть также знамения, позволяющие определить пророка. Пророк не может быть богат. Как выяснилось, Семен Петрович Финг совсем не богат. Второе знамение это у этого небогатого человека должен быть какой-то богатый человек в роду, то есть его антипод. И такой оказалось есть это Ларри Финг, глава управляющей известнейшего американского транснационального хедж-фонда. У него крутится там где-то от 6 до 8 триллионов долларов, да? Круто. Но самое интересное, что пророк Исаи, пророк Мухаммед объявили себя пророками только на основании одной записи в Библии, которая потом продублирована в Коране. Это Второзаконие глава 18. Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты. То есть пощупать можно. И вложу слова мои в уста его. И он будет говорить им все, что я повелю ему. Но можно дальше чуть почитать. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Ну, еще чуть дальше. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. В общем, вот подхожу плавно к еще одному знамению, лжепророки все в истории умирали до года. То есть, вот объявился человек пророком, если он лжепророк, он и года в живых не оставался. Его по каким-то трагическим стечениям обстоятельств убивали люди или природа. Ну и казалось бы, Семен Петрович, ну знаешь, что ты пророк, ну не береги никого, да, молчи. А нельзя. А нельзя, вот почему. Потому что Тора, в Торе четко сказано, что пророк не может молчать, за это его убьет бог. Лжепророка, как бы, да, мы уже говорили, убьют людей. При этом, ничто человеческое пророкам не чуждо. Пророки вообще разные бывают, вот напоминаю. Я возвращаюсь в Джерси, примусь за старое. Там хоть есть с кем поболтать про девчонок, да пророк. Пророки эти твое. Я без балды. Ты что, не издеваешься? Как вы помните, все фильм догма, даже такие два слегка прибабахнутых пророка сослужили хорошую службу всему мирозданию. И наш пророк Семен Финк также любит. Ты молодой, симпатичный, я всем молодой, симпатичный, у нас что самое главное у нас? Самое главное любить женщин, ты меня запомнил? И также ненавидит. Пророка туда взял, согнал этот придурок, елки зеленые. Губернатор тоже придурок, что он делает, эта тварь. У него получается Севастополь-энерго ходит, грабит людей, придурки-уроды. Судьи-уроды, что они творят эти сволочи. Что ж, как говорится, комментарии излишни. Ну и, пожалуй, самое главное знамение пророка, которому отвечает Семен Петрович, это то, что пророк, его истинная цель, это нести людям истинное единобожие. То есть, говорить всем, что у нас Бог-то один, нет никаких разных богов, вообще нет никаких разных богов. Есть один единый создатель, и Семен Петрович говорит именно про это. Мне здесь приходили и морды бить, и говорят, мы российские, мы не можем все, но когда им объясняли, что флаг пророка, они более-менее это тоже не понимают, потому что не привыкли к единому богу. Все думают, что бог у православных один, у мусульман другой. А этот флаг, он объясняет, что я его повесил не простым людям, даже не Путину, даже он простой считается, даже не не працко Алексею, а это провесил самым-самым-самым могущественным людям, чтобы они поняли, что пророк здесь, пророк, который главнее их, что они должны, папа римский сюда должен бежать и спрашивать, что делать. Сейчас настал такой момент, что меня уже все знают они, но они боятся, что им скажут, какой ты, что скажут, вот ты сумасшедшим, что-то, или еще что-нибудь такое, они боятся ко мне идти. Истина единобожия без святых угодников, моды, доллара, там, власти, тщеславия, суеверий, гороскопов, и вот всего этого. И я заметил, что Семен Петрович как раз в эту сторону даже не смотрит. К нему поцелали разных убийц, наркоманов, и он остался жив. Последнее знамение, это то, что Семен Петрович не то, что год пережил, да, я специально подождал, эту передачу я готовил 9 месяцев, вся съемка сегодня старая, когда еще никакого губернатора Михаила Развожаева даже на горизонте не было, а правил как раз в пик был, в правление, пик воровства Дмитрия Овсянникова, Семен Финк объявил себя пророком 3 года, 3 месяца, 3 недели и 3 дня назад. Он уже выдержал испытание временем и может называться пророком. И хоть у пророка Финка действительно отсутствуют психические заболевания, он очень болен, у него такая патология сосудов головного мозга, которая, в общем, с которой не живут, то есть, он и дня не должен прожить, но с этой патологией он живет уже давно, это тоже определенное чудо, то есть, создатель держит его здесь, и пока пророк говорит, его, в общем, должны слушать, жаль только, что никто пока не слушает. И действительно, ни один севастопольский журналист, симферопольский, там, какой угодно, не пришел ни разу к Семену Петровичу, все думали, а, крякнутый дядя, ничего подобного. В итоге, к нему пришло другое издание, называется в кризис, и написали про него год, по-моему, или два назад огромнейшую статью, называется «Сакральное гетто». Там такая информация, когда читал, обалдевал, откуда они это узнали, то есть, он им даже это не рассказывал, но, тем не менее, они про него написали статью, из которой, в общем, тоже такой подспудный вывод, не очень явный, но прослеживается, что, в общем, редакция этого издания, в общем, согласна с тем, что Семен Петрович пророк. Еще маленькое дополнение, Семен, казалось бы, да, Семен, Симеон или Шимон, в переводе означает слушающий, услышанный Богом в молитве. Тоже совпадение, не кислое, да? А вообще, рассказываю я про все про это, потому что мы, люди, очень совершенно зря, по-моему, и недопустимо, списали со счетов библейскую историю. Вообще, мы плюем на создателя, как бы, да, и живем вот этом своем болоте, которое уже просто опаскудило с этими своими коронавирусами, с этими разводами Всемирной Организации Здравоохранения, и с тем, как власти каждой страны, вообще, мировое правительство использует все это в своих интересах. Простите, но практически вся наука топчется на месте уже несколько десятков лет, если не больше, да? Пользуемся до сих пор разработками второй половины 20 века, там что-то где-то улучшается, что-то где-то там, конечно, вперед двигаются, там особенно в компьютерных технологиях, но к вопросу о начале, о том, когда началось время, к вопросу о том, кто мы, никакая наука никогда не ответит, потому что создатель все создал, а наука просто это исследует, она не может ничего этого создать, она исследует то, что уже есть, то, в чем нет никакой заслуги науки, поэтому наука это, конечно, приятный бонус, приятное приложение, время провождения, там, помощь людям, согласен, да, но наука это лишь приложение, повторюсь, а не истинное создание, наука никогда не сможет ответить на фундаментальные вопросы мироздания, все, что мне рассказал Семен Петрович про меня, сбылось с невероятной точностью, меня это тоже сильно напрягло, чем сила пророка, я не против, не Путина, не против прокурора, не против, я наоборот за всех, потому что те, кто у власти, они лучшие, лучшие попадали туда в власти, другое дело, что сейчас все изменилось, или они перестроятся, лучшие, и начнут нормально пророка слушаться, и Бог начнет делать, или они что, будут тормозить, поэтому если придут туда на их место, другие, худшие, значит, кто будет, пришел меня, вот я бы меня, пришел овсянников, лучше тебе стало, ты хочешь это повторять, но выберете вы, сейчас овсянников, придет как сейчас, лучший, еще хуже 100%, даже если он будет лучше, он ничего не решает, будет решать тот, кто его сюда приведет, а его сюда приведут люди, которые тоже ничего не решают, вот Моисей, его задача была пойти фараону, и что фараону сказать, отпустили, все, вот пророк, он никак там пророчится, его задача была объявить фараону, и он уходит, он даже не знал, что будет или как, а потом, кто с фараона ведет, он питательную работу, Бог сам, кто фараон оказался против Бога, мое дело, я повесил флаг, нормально, все хорошо, его никто не может сказать, что он его не видел, ты с этим согласен, а остальной Бог работает, они там пишут про меня, даже по брата, и про Севастополь, то, что мы с тобой не знаем, эту информацию, где они могут взять, не знаю, владеют они информацией, ну да, а где они ее взяли, а это уже я тебе говорю, нам понять, не надо, но владеют и ЦРУ, и ФСБ, и все, да, есть такое, теперь, чтобы они это написали, как ты считаешь, они могут написать, там, простому, какому-то, Семену Петровичу, или какой-то, или там, за 10 тысяч долларов, или за 50 тысяч долларов, или даже за 100 тысяч долларов, написали они такую большую статью, нет, это что-то без денег, вот как с меня смеяли, говорят, ну что у тебя родственник, такой самый, это, с одной стороны, это знамение, но они говорят, ну что толку, теперь это знамение, перешло, к тому, что это, вот этот флаг, если больше всего ему, что ему, если ты не дашь, Семену Петровичу, огромную сумму денег, значит, тебе, Бог тебя си день не заберет, здесь планка стоит, вот так, другое дело, что этому, моему Ларе Финку, ему еще тяжелее взять и сказать, чем Путину, я в свое время просил ФСБ, ФСБ вроде меня признал, я говорю, ребята, сделайте простое дело, придайте моему родственнику, он скажет, сейчас не хочу поговорить, и вы будете довольны, как это, они да-да, и пропали, и вроде я никто, а с другой стороны, мне Бог подсказывает, маленькое дело, видишь, мне Бог подсказывает, и кто тебя сюда тащит, не, а у тебя, он работает, ты немножко понял, ты всегда пришел, и ты сам не понимаешь, что ты пришел и как, тем более, когда видишь, ну, так же самое, немножко, ты помнишь, какие, если мы сейчас с тобой не будем шевелиться, не будем слышать Бога, что он здесь говорит, быстро все будет очень плохо, я тебе сказал, что очень плохо по болезням, ты не понял, что он зараза бегает, и уже ее, от нее никуда не спрячется, это просто Бог нас удерживает, и мы не заразны, ни с цифилисом, ни ВИЧ, ни гепатитом, ни дуберкулезом, ты не запомнишь, если бы не будешь понимать, сразу все схватил, и все, и потом уже бегаешь, и проверяется бесполезно, ты меня это, только он сейчас удерживает, вот благодаря тому, что любит Севастополь, любит Россию, любит лично Праско, а вот как ты, говоришь, ты знаешь, почему он любит лично тебя, вот давай, не знаю, а ты же, ты все знаешь, так вот, Новико со мной спорит, и вот возвращаемся к этой Библии, и здесь в этой Библии что получалось? Народ Израиля, Моисея спросил, а когда Моисей, ты умрешь, что мы будем делать без религии, без Бога? Моисей пошел и к Богу, пошел и к Богу, говорит, ответь, что люди будут делать, когда я умру? И вот Бог взял, и ему ответил, прямая речь Бога, и вот прямая речь Бога, как это, вот этот документ, если, и Моисей это все записал, как сейчас, документ или не документ? Ну да. Во всех книгах, на всех языках, и вот я тебе беру, читаю эту прямую речь, а вот они вроде все священные книги знают, раввины, а им скажи, не те не найдут, а Симон Петрович, видишь, нашел, что ты, что я знаю Библию, я их вообще, и сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили тебе, и видишь, здесь вроде одно срочка, вроде и по-русски, вроде все понятно, это объяснять, куча, и только я могу тебе объяснить, другие не объяснят, но я могу тебе сегодня так объяснить, а завтра будет так. Он говорит, хорошо, что не сказали, потому что им было легче сказать, они Моисея видели, они уже Бога видели, им было легче, а сейчас 7 миллиардов человек, и знаю, кому кто-то это скажет, уже никто ничего не скажет, ты понял, что сейчас стало гораздо триднее, я воздвигну им пророка, то есть, смотри, это единственный способ, я воздвигну им пророков, и святые братья, их такого, как ты, теперь вот вопрос здесь, это было народ Израиля, а это касается, хоть три тысячи лет назад было, он теперь то же самое делает, нет, священные книжки никто не знает, значит, он то же самое сейчас делает, и дает сейчас пророка, но он дает пророка, такого, как ты, что он народу Израиля дает, он дает, вот ты же стоишь передо мной, ты можешь пощупать, Иисус говорил, в своем отчетиси пророка нет, то есть, чтобы ты понимал, что Семен Троич такой пророк, самый высокий, и чтобы ты меня понял, это невозможно понять, а здесь ты еще приходишь, вот такая вот, как мне многие приходили, то есть, это понять невозможно, а говорить, он будет много, два пророка, Иисус и Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, они на основании, вот этой записи, нету другого документа только, это вот он дал, это документ, только он продублировал его, и Кораник тот сказал, что это верит, другое дело, что раввины, чтобы власть свою не потерять, они берут, они тормозом стали, хотя они понимают, что они тоже, если меня будут слушать, тоже я сделаю, Бог им сделает, что им тоже будет все нормально, ну что я им обещал, тысячу поколений, что будет короткий, но они не понимают, не верят, поэтому они начинают всячески тормозить, и когда пришел пророк Мухаммад, мир ему и благословение, они сказали, нет, он не еврей, но когда Семен Петрович берет, и разбирается, и тебя немножко учит, берем эту надпись, здесь написано где-то, что еврей или не еврей, а как здесь написано, среди братьев своих, ну мусульмане, во-первых, с одной стороны, они кровные братья, то есть здесь скажут, он скажет, кроватья скажет, нет, не подходит, тогда здесь другое, мусульмане, они дважды родственники евреев, они первые, они как сводные братья, это когда Аврам был, и Аврам взял, у него не было до 100 лет, у него не было ребенка, и жена Сара, ему, что нету ребенка, она ему сказала, пойди вот египтянка, и с египтянкой получи ребенка, у него получился Исмаил, теперь Исмаил, и потом у него, Бог ему дал Саре в 90 лет, ему было 100 лет, он дал Исаака, и вот они кровные, когда отец один и тот же, называются кровные братья, вот по Авраму, они кровные братья, но здесь ты еще берешь дальше, люди не понимают, мы все пошли от Ноя, я совсем запуталась, от Ноя три сына, и Афет, Хан и Сим, но здесь получается, нет национальности, русских, евреев, египтян, арабов, есть только от этих братьев, но с другой стороны, от этих братьев, миллионы людей пошло, то есть там инцесс, не было другого, это потом он стал, ты меня заспал, поэтому где здесь, и что, и как, кто еврей, и кто это, как ты здесь разберешься, более породистый для Бога, от Исаака, и ты более породистый, теперь связи с тем, что хам натворил, они не имели права видеть своего отца голым, там оказалось гораздо более все, кощунственно, написано, он оскопил своего отца, не просто он взял и смеялся, что тот лежал голый, а тот взял из винограда, был первый виноград, он взял вино, напился и лежал пьяный, и раскрылся, он просто не хотел, чтобы было их три сына, а три сына, чтобы больше детей и того не было, поэтому позвал тех братьев, те пришли, как положено за ним, посмотрели за отцом, все накрыли, а утром отцу рассказали все, и отец тогда, Бог ему под руководством, тот пророк был, и он тогда дал им завещание, и завещал, что дети Сима будут от всех грешат, евреи, богами избранные, а оно есть, то есть Бог их избрал, что они будут, что есть религия и наука, что они будут священниками, то есть их поколение будет священнослужителями, дети Сима, что они будут все свое, но они будут, кажется, священнослужители, он взял Иофета, это будут там инженеры, мореплаватели, цари, графы, князья, но не священнослужители, у них будет территория, и Россия, и Англия, и все будет, но они не кажется священнослужителем, а вот хам, за то, что он сделал, наказал его, а говорит, а твои потомки, начиная с твоего сына, будут рабами у рабов вот этих двоих, Иофета, и Сима, но мусульмане, если я раньше думал, что мусульмане, это арабы, а мусульмане у них любое, у них евреи может быть мусульманином, да, мусульмане это не национальности, если вот я говорю, что в Севастополе будет рай, и ты пришел, им недостаточно, вот даже если ты один будешь, без игрушек, без ничего, и главное все быстро, ты быстро увидишь, как ты хочешь понимать, ты быстро увидишь, что это делается, сейчас ты увидел быстро, что ни черта, ничего, хоть и общественник все пошел, как ты все увидел, ноль, я все увидел, конечно, Они приходят, дурят тех москвичей, или кого-то с материка, что здесь хорошее, те сюда приходят, нас все отбирают, почему Чалый и выступает? У нас как раз устоялась и укоренилась организованная преступная группа. Столкнулись те, которые тупо крадут бюджетные деньги, с теми, кто богатый, имеет, но занимает, зарабатывает, то есть у Чалова теперь, у него люди, у него сидят там 300 или 2000 человек, работают, ему нужно им зарплату давать, ему нужно заказы, чтобы были, ну да, А те приходят, тупо берут и все уничтожают, типа как Алиеву, ты меня сейчас понял? Да, да, да. И сейчас я просто увидел, что ему хана, он стал с нами, но стал с нами опять же, ему нужно идти к Семену Петровичу и говорить, Семену Петрович, давай, единственный выход, я тебе объясняю, только бог. Открой один служебный секретик, бог не любит, когда его относят к мифологии. За что обижается на вас, так это за гнусь, творимую его именем. Войны, фанатизм, телепроповеди. Но хуже всего, дробление всех религий. Он сказал, люди все перепутали, хорошая идея стала фундаментом веры. Люди умирают за нее, убивают за нее. Заметь, все сущее сейчас под угрозой. Только бог. Это были Камни с неба и Алексей Праско. До новых встреч, Севастополе. Севастополе. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова